Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мой папа пенсионер, но работает. В последнее время много говорил о нехватке денег, что они с женой экономят. Он вложил деньги в землю, но земля долго не продаётся. Ну, смотрите. Здесь... Получается, что ваш отец, он как бы... Жалуется. Он жалуется. И... Чувствую, когда люди жалуются, они вызывают ощущение собственной несостоятельности, к сожалению. Если на это чувство несостоятельности никак не реагировать, а вы, по всему, никак не реагировали или не замечали этого, ну, не замечали того, что какие-то реакции у вас возникают, то, соответственно, некая подавленная реакция будет у вас внутри находиться. Я воспитываю дочь одна, работаю, и получилось накопить не маленькую сумму. Ну, и вот обратите внимание, что... Здесь история какая. Если вы воспитываете дочь, ну, если вы воспитываете свою дочь одной, да, то... Вам скорее всего тяжело, вам скорее всего трудно. Вот. А если вам тяжело и если вам трудно, скажем так, то... Вы чувствуете некую такую вот, знаете... Ну, как сказать... Некую такую, может быть... Ну, может быть... Может быть надломленность. Да, давайте вот так скажем. Может быть речь... О... 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 И, забегая чуть вперед, я разрешу себе высказать такое предположение, что, на мой взгляд, вот как мне видится эта история, у вас, знаете как, у вас проявилась, вот я бы сказал, возможно, вероятно, обида вам, на мужа вашего, вот, естественно, естественно, что никаких доказательств у меня этого нет, да, естественно, я сейчас только делюсь своими предположениями, но очень на это походит, вот. То есть, что или на вашего мужа, или на вашего мужчину, от которого был, собственно, у вас ребенок, вот. Дальше. Папа знал о деньгах, и когда ему предложили вложиться в недвижимость с быстрым результатом, он обратился ко мне, так как у меня была нужная сумма, а у него не было. Я одолжил это, как хотел, чтобы у него появились деньги. Ну, вот, опять же, вы одолжили, потому что вам хотелось, чтобы у него появились деньги. Сделали ли вы это из, скажем так, чувства заботы о нем? Сделали ли вы это из альтруизма? Сделали ли вы это из какого-то чувства долга, например, и так далее? То есть, вот это, на мой взгляд, да, не совсем понятно, не совсем очевидно, потому что ваше, ну, вот, ну, вот, ваше высказывание, да, относительно того, что вот просто, значит, ну, условно говоря, просто чтобы появились у него деньги, да, это вот максимально такая вот неопределённая, максимально неопределённая формулировка, как вы, я надеюсь, понимаете. Потом он сказал, что даст мне некую сумму благодарности, оказалось примерно 10% от того, что я ему дала. Ну, опять же, как вы, как вы к этому отнеслись? Ну, слава, речь о том, что его жена думает насчёт этой благодарности, он ответил честно, что она спросила, почему так много для нее это много, так как эти 10% примерно равны ее двухмесячной зарплате. Ну, вот здесь есть ощущение, что вы, как бы, может быть, немного ревнуете, вот. Вы немного ревнуете отца к его жене, которая, судя по всему, не ваша мама. Если, если подобная, вот, скажем так, рокировка, да, которая, вот, ну, произошла в жизни вашего папы, например. Если подобная рокировка не была у вами как-то прозита, да? То есть если вы, вот, ну, свои эмоции по поводу, вот, таких перемен не прожили, вот, то ревность, ревность могла вполне спокойно сохраниться и дать о себе знать вот в таком виде. Вы говорите о том, что отношения с женой, а в целом у вас, ну, как бы так, знаете, вы сказали, что, ну, в целом-то они хорошие, да, в целом, в целом, вот, в целом они хорошие, вот. Но, все равно, вот, ну, как будто вам, вот, что-то, ну, что-то не нравится, как будто вот так вот это, ну, грубо говоря, выглядит. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что у вас, вот, претенции к жене, к жене изначально и были, и это отчасти послужило, возможно, тоже триггером. Тем не менее, он объяснил, если не я, то они вообще ничего не смогут заработать, так и денег им не заработать никогда, если не сейчас, я не спрашиваю о сумме, которые могут заработать в отделке, так я никогда не доложил такие договоры ни с ним, даже, ни с кем, даже с близкими. Ну, это говорит о том, что вы не находитесь в доверительных отношениях с близкими людьми, потому что между близкими людьми, на мой взгляд, запретных тем не существует. Здесь вам кажется сложно вступать в близость, как будто бы, то есть вот, ну, опять же, да, по моим ощущениям вам сложно вступать в близость, вам сложно вот на какие-то темы общаться. Опять же, это вот некое такое подавление получается, значит, психоэмоционально, вот, и как следствие такая вспышка. Дальше, после того, как он вернул мне деньги и денежную благодарность в прошлом месяце, он снова говорит о том, что нужно экономить, сегодня ради денег, значит, не будем, так как деньги он снова хочет уложить в недвижимость, назвал сумму, которую он хочет уложить, то есть ту, которую он получил благодаря той сделке с деньгами, взятой у меня, эта сумма больше, то есть я давал ему почти два раза. Ну, опять же, здесь чувствуется, что человек жалуется и чувствуется, что человек транслирует вот такую мысль, ну, помогите мне, я бедный несчастный и так далее. Это всегда вызывает некоторую злость. Теперь о том, к чему я все это. В тот момент я испытывал неприятные эмоции. В какой момент? Какие эмоции? Чуть позже, я почувствовал, что его жена мне не близкий человек, хотя формально не пределился. Я не пределился, она никогда и не была вам близким человеком. Вы заставляли себя. То есть ей было легко отблагодарить меня даже той небольшой суммой относительно той, что дала я, тем более, что заработал отец в итоге. У вас здесь требование к жене отца, ожидание. А почему ей не должно быть жалко вам? Вы же не родная дочь? Ее. Так, к тому же, странные чувства и вопросы к отцу. Я дала ему все деньги, что у меня были на тот момент он заработал, но он не подумал о том, что я тоже смогла заработать как инвестор в этом случае. Яна слушалась про детальную нехватку денег, не подумала как партнера, а только как дочь. Не думала о выгоде. Полагаю, что здесь вопрос в нормальной жизни, а не такой большой прибыли, которую он теперь может инвестировать один. Ну вот, здесь вы говорите по большому счету о чувстве вины, на котором манипулируют осознанно или неосознанно ваш отец. Вы на это чувство вины внимания не обратили, плюс проблема с доверием в первую очередь себе у вас, потому что денежные вопросы нуждаются в прояснении в определенных случаях. И вот, пожалуйста, такая реакция. То есть вы позволили наручить свои личные границы. Вы не заметили чувство злости, которое появилось у вас раньше. Добавьте сюда историю о том, что ну вот, судя по всему, вы от своего отца держитесь более обособленно, чем вам хотелось бы. Ну, в смысле, что вы воспитываете дочь одна, а работать это нелегко. Дальше. Я понимаю, что это не мое дело, как и сколько он заработал и распределил, но все равно внутри меня будто что-то произошло, и я понимаю, что не хочу встречаться с его женой и ее потомством. Дам, наоборот, помощь с некоторыми детям и с отцом. Это связано с обидой. Обида связана с ожиданиями помощи, а ожидание помощи раздается из того, что вам нелегко жить сейчас так, как вы живете. Вот. Но от отца вы, как мне видится, дистанцируетесь. Вот. То есть вы не демонстрируете как-то вот папе, да, вы не демонстрируете папе, что вам нужна помощь. То есть, ну вот такая вот история. На мой взгляд, я повторюсь, да, как бы, то есть, вот здесь я в данном конкретном случае могу ошибаться, конечно. Вот. То есть, вот это вот все накладывается. Так, значит, так, отец зовет на ужин на день рождения к ним домой, так как я предложил хоть так отметить, еще не знаю ситуацию о причине экономии. А я не хочу, как мне быть, в этом случае, следовать своим чувствам или долгу. Следователь, условно, долгу вы следовать и достаточно. Стоит... Стоит вопрос. Как отпустить тяжелые эмоции или пережить их? Прожить обиды? Сделать это лучше всего с психологом, буквально их прожить. Можно ли поговорить о своих чувствах с отцом или не в ссоции, поэтому я ответственность благодарю за удаленное время? Можно. Другой вопрос, почему бы спрашивать? То есть, видите, видите, вот такая... Тотальная... У вас как будто бы недоверие себе. Тотальное недоверие себе. Вот. Такая вот история. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на слабую работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи обращаться. Удачи обращаться. Удачи! koń Brendий!